Владимир Владимирович Крадин, очень рады всех видеть и надеемся, что вот наша такая первая встреча в режиме онлайн будет далеко не последней, а следующая будет уже очной. У нас поступило обращение на имя председателя Российского исторического общества Сергея Евгеньевича Нарышкина, обращение инициативной группы историков из Южно-Сахалинска во главе с директором Сахалинского областного краеведческого музея Юрием Юрьевичем Алиным. Очень хорошее, серьезное обращение, включающий в себя уже и проект плана мероприятия отделения на 2021-2022 годы. И мы, конечно, хотели бы поговорить об этих планах, о вашем видении тех задач, которые стоят перед историками Сахалинска в рамках такой историко-проститической, в первую очередь, работы. Ну, конечно, настроены это обращение поддержать. У нас формально принимает это решение либо президиум Российского исторического общества, либо общее собрание. Вот как раз месяц небольшим остался до общего собрания РИО. И я думаю, что мы сможем все эти решения в короткий срок достаточно оформить. Что такое Российское историческое общество в целом? Это, в первую очередь, ассоциация, это, в первую очередь, объединение юридических лиц. Хотя, вы знаете, что по действующему законодательству физические лица тоже могут быть членами ассоциации. У нас таких более 500. Но в основе, конечно, это более 100 юридических лиц, крупных вузов, библиотек, музеев. Вот Дмитрий Петрович является директором Государственного музея истории российской литературы. Мне Владимира Ивановича дали. И, в общем, он сам скажет, крестным отцом, я думаю, можно назвать отделением в хорошем смысле этого слова. У нас Московский университет, Санкт-Петербургский университет, МГИМО, исторический музей, Эрмитаж, крупные библиотеки, средства массовой информации. Вот это члены российского исторического общества. И вот это объединение, оно позволяет, конечно, отвечать на те вызовы, которые выдвигает время вызовы к сообществу историков, любителей истории. И также быть своего рода одним окном и для органов власти, и для средств массовой информации, и для всего общества. Одним окном по разного рода историческим вопросам. И, конечно, лучшие практики организации региональных отделений, они в этой же плоскости располагаются. Конечно, есть интересы сообщества, и об этих интересах мы должны думать, должны иметь в виду, должны, наверное, их отстаивать, этим мы занимаемся. В чем они состоят? Наверное, в первую очередь в том, чтобы наши соотечественники, наши люди получше знали историю. В этом смысл историко-проститической работы. Конечно, для этого нужно уделять внимание вопросам образования. Насколько я знаю, коллеги, вы поправите меня, если я ошибаюсь, но за последние годы у нас на территории Сахалинской области подготовка историков не ведется. Количество контрольных цифр приема по историческим специальностям ноль за последние годы. Это, конечно, ситуация, которая нуждается в корректировке. У нас есть соответствующее соглашение с Министерством науки и высшего образования. И мы вместе с коллегами планируем как раз в течение ближайшего года посмотреть, что у нас в этом плане происходит в стране. Потому что, конечно, для любого региона, но для пограничного тем более, абсолютно необходима подготовка историков. А если у нас даже возможности обеспечить воспроизводство учителей истории школьных нет, то это совершенно не просто печальный факт, это очень тревожный звоночек, который мы должны с вами иметь в виду и стараться эту ситуацию исправить вместе с коллегами, от которых это зависит в органах государственной власти. Вопросы преподавания региональной истории тоже в фокусе нашего внимания. И я думаю, что в ближайшее время будет объявлена такой большой программе наведения какого-то системного порядка в этой области. На наш с коллегами взгляд, все-таки изучение в школах региональной истории, оно необходимо, оно нужно. Это изучение должно не противоречить тем стандартам и программам, на которых основываются федеральные учебники, на которых основываются федеральные курсы. И на это нам с вами тоже нужно посмотреть. Есть в соседних регионах отделения Российского исторического общества, в Владивостоке, в Хабаровске. На прошлой неделе буквально мы такой, на мой взгляд, очень удачный рестарт дали отделению в Амурской области, Благовещенске. Поэтому здесь у нас перспективы с вами хорошие. И коллеги, я уверен, будут помогать. И Николай Николаевич Краден он и раньше не оставлял, но и, уверен, в дальнейшем не будет оставлять своим вниманием сахалинских историков. Тем более, что такая база, и мы отдельно об этом тоже сегодня поговорим, замечательный музей. Замечательный музей, который, на мой взгляд, совершенно обоснованно предложен как база для отделения. Российское историческое общество, уважаемые коллеги, это общественная организация. Она не обладает своим бюджетом. Проекты РИО – это проекты членов РИО. И знак РИО на проекте, вот эта эмблема, Минин и Пожарский, это такой знак качества, если хотите. То, что все сообщество, оно предлагает людям на этот проект обратить особое внимание. Здесь нет выдумки, здесь нет глупости, здесь профессиональное историческое знание. Вместе с тем, в 2016 году указом президента России создан фонд «История Отечества», который действует в тех же целях, что и российское историческое общество, но располагает при этом, может, не очень большой, но, тем не менее, бюджетной субсидией. И председателем Совета фонда «История Отечества» является также Сергей Евгеньевич Нарышкин, ваш покорный слуга, исполнительный директор фонда. И по линии фонда у нас, конечно, есть возможность поддерживать на конкурсной основе проекты, направленные на популяризацию, на развитие исторического знания. Каждый год по линии фонда «История Отечества» проходят конкурсы. Что это за конкурсы? У нас пока вот, мы посмотрели, коллеги из Сахалина пока ни в одном конкурсе не участвовали. Это конкурс мероприятий научных, научно-проститических, конференций, форума. Это выставки, это документальные фильмы, это книги, это участие молодежи в археологических экспедициях, это онлайн-проекты историко-проститетские. Мы стараемся особое внимание уделять рассмотрению региональных заявок. И было принято такое решение, к которому мы придерживаемся. Мы рассматриваем решение регионального отделения РИО, если региональное отделение РИО поддерживает тот или иной проект, поданный на конкурс фонда «История Отечества», мы рассматриваем это решение как первый этап экспертизы. И добавляем автоматически 5 баллов к рейтингу заявки. Это в ряде случаев является решающим при принятии решения о поддержке проекта. Поэтому я хотел бы обратить на это ваше внимание, пригласить участвовать в конкурсах фонда «История Отечества» для организаций. Есть конкурсы, которые проходят за счет средств фонда и под эгидой РИО для людей. Конкурс педагогического мастерства «История в школе традиции и инновации». Оператором конкурса является Российская ассоциация учителей «История и общество знания». В 2019 году второе место заняла учитель из 1-й гимназии имени Пушкина, из Южно-Сахалинска, Ирина Вячеславовна Самарина. То есть в этом отношении опыт есть. И тоже 2019 год проводится ежегодный конкурс «История победы в стихах». Очень такая несложная, но красивая задумка. Дети, дошкольники и учащиеся в школах читают стихи отечественных поэтов об отечественной истории, записывают на видео, присылают на наш YouTube-канал. И дальше экспертиза плюс оценка, оценка не только жюри, оценка зрителей. И победители читают стихи, получают возможность прочитать стихи на Красной площади в Пушкинские дни в рамках книжного фестиваля ежегодно. Вот ближайший состоится как раз в начале июня. И вот в 2019 году Елизавета Кличенко из Невельского района, Горнозаводск, стала лауреатом в категории учащейся 1-4 классов. Вот, уважаемые коллеги, еще один момент. Еще один момент. Конечно, если мы говорим об историческом просвещении, то мы как-то ориентируемся на запросы общества. У нас в обществе большой интерес к истории, это очевидно. И также очевидно, что этот интерес усиливается с юбилейными датами тех или иных событий. Юбилейные даты – это хороший повод для того, чтобы посмотреть поглубже на те или иные исторические явления, рассказать о них людям. А юбилеи рано или поздно у всего бывают. И вот то, что в этом году исполняется и 125 лет музейного дела на Сахалине, и, я понимаю, только что отпраздновали 70-летие Сахалинского областного аккаунтического музея, тоже отдельно поздравляю, уважаемые коллеги, вас с этим. Впереди 75-летие образования Сахалинской области, 75-летие Хабаровского процесса. Эти темы должны быть, наверное, в фокусе нашего внимания в том числе. Но, естественно, все федеральные приоритеты, все приоритеты Большого Рио, они дают возможность региональным отделениям более активно включиться в федеральную повестку и интенсифицировать связи с коллегами как в столицах, так и в разных регионах нашей страны, связи вокруг дела, связи вокруг совместных проектов. Спасибо большое. Я хотел бы передать слово для приветствия директору Государственного музея истории и российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, члену Совета Российского исторического общества Дмитрию Петровичу Баку. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый Константин Ильич, уважаемый Николай Николаевич, уважаемые друзья и коллеги Сахалина, Нонна Владимировна, Юрий Юрьевич и другие, с кем мы уже хорошо знакомы. Я счастлив сегодня быть здесь, в Доме Российского исторического общества, где стоит памятник князю Петру Андреевичу Вяземскому, одному из основателей этого общества, фонд которого богатый хранится в нашем музее. Для меня Российское историческое общество – это очень важная организация. Я вот на этом личном уровне за те годы, которые в ней состою и музей в ней состоит, реально почувствовал конкретные результаты ее деятельности. Но самое главное, об этом Константин Ильич уже сказал, это достоверное историческое знание. Потому что достоверное историческое знание через просвещение, распространяемое в наши дни, в наши дни это наше оружие, это гарантия безопасности страны, это гарантия целостности страны. Ну вот согласно так называемой новой украинской историографии, Московия – это молодое государство, которое делалось в 15 веке, а все остальное – Украина. И под этот, в общем, фиктивный путь истолкования истории подверстывается все – и политика, и культурные события, и так далее, и так далее. Наша прямая задача – оберегать достоверное историческое знание и посредством подготовки учителей, и посредством издания книг, и так далее, и так далее. Второй пункт – это не просто осознание роли и функций российского исторического общества, но конкретные дела. Константин Ильич очень лаконично и четко перечислил те грантовые конкурсы, которые проводятся Фондом Истории Отечества. И в этом смысле, конечно, для коллег Сахалина и Сахалинской области огромный простор для действий. Я чувствовал это и узнал об этом, когда вел беседы в течение года. Я дважды был на Сахалине в последнее время, и очень отрадное ощущение у меня возникло после бесед с коллегами. Я понял, что они готовы к разнообразным подобного рода проектам. Но они есть, не буду их перечислять сейчас, они есть. Очень много информации мы получили, когда подробно осматривали музей, которым руководит Юрий Юрьевич. Не могу не сказать и о другом музее, о музее книги Чехова «Остров Сахалин», который там тоже успешно работает в Южном Сахалинске. Это такой побратим нашего музея, потому что у нас сейчас на реставрации находится и на реэкспозиции до музея Чехова в Москве, на Садово-Кудринской улице. Это тоже очень важная точка на культурной карте Сахалинской области, да и страны тоже. Поэтому Евгения Павловна Фирсова, руководящая этим музеем, очень многое делает и, я уверен, еще будет делать. Ну, наконец, третий пункт моего короткого приветствия после науки конкретных дел касается консолидации культурных сил на местах. Потому что, ну, так бывает, они разобщены по разным ведомствам, каждая из корпораций находится в зоне влияния местных министерств, и это тоже прекрасно, но российское историческое общество – это площадка, на которой могут и должны сойтись, и уже сошлись, собственно говоря, и ученые-краеведы, и университетские профессора, и работники музеев, библиотекари, архивисты, что мы видим даже по повестке сегодняшнего нашего заседания. И это совершенно тоже незаменимая вещь. Ну, в заключении, несколько слов из области личного. Я дальневосточник по рождению, и хотя очень немного времени провел на Камчатке, в Елизове, вы знаете, это город-спутник Петропавловска-Камчатского, но с годами очень усиливается это ощущение дальневосточной идентичности, ощущение огромной страны, ощущение необходимости консолидации культурных сил. Поэтому меня так влечет на восток, поэтому я с удовольствием принял уже не один раз приглашение сахалинцев и Камчатской области, я там регулярно принимаю участие в культурных форумах, в сентябре мы снова будем там, может быть, следующим номером нашей программы, мы надеемся, будет и открытие регионального отделения российского исторического общества в Камчатском крае, теперь же они области. И в заключении могу сказать еще о очень конкретном направлении сотрудничества. Мы музей и выставочная деятельность, ну как бы средоточие нашей работы, хотя и наука тоже, у нас в музее, я посчитал недавно, 25 кандидатов наук и один доктор наук. Ну это немало, не на всяком факультете, так много людей, обремененных учеными степенями. Но все-таки выставки это наша главная работа, и мы как раз были сравнительно недавно в двух сахалинских регионах, на острове Итуруп и в Южно-Сахалинске, и показывали там Есенинскую выставку, и это все имело успех. Но могу вам предложить целый цикл подобных выставок, высококачественных, по подготовке, по материалу и по исполнению, не затратных, но максимум, что ждет вас, это оплата одной-двух поездок, командировок, просто для того, чтобы оформители и кураторы могли приехать. А все остальное уже есть, и конкретно у нас в Кисловодске открылась отложенная с прошлого года, к сожалению, но сейчас успешно работающая выставка к 75-летию Великой Победы, теперь же к 76-летию, получилось так, которая фиксирует боевой путь Александра Исаевича Солженицына, офицера звуковой разведки. Это удивительная выставка, фундированная материалами нескольких архивов, и вот ее мы можем привести просто в любой момент, она сделана совместно с Домом русского зарубежья. Это можно устроить целую программу, не торопясь, две-три выставки в год мы можем вам абсолютно незатратно направлять. Ну и, конечно, ждем ответной реакции, ждем продолжения сотрудничества. Я очень верю в Российский Восток, очень хорошо понимаю его значение для страны, и думаю, тоже уверен, что организация регионального отделения российского исторического общества в Сахалинской области это важнейший шаг на пути консолидации страны, важнейшее культурное событие страны. Спасибо. Спасибо, уважаемый Дмитрий Петрович. Действительно, Гослитмузей, по-моему, самый активный из федеральных музеев на всем пространстве нашей страны. Присутствие всюду вызывает огромное уважение и радость, потому что фонды музея уникальны по своему объему, и по любым вопросам, на самом деле, можно в фондах музея найти материалы. Спасибо. Уважаемый Николай Николаевич, мы с вами на прошлой неделе работали в Благовещенске, теперь что-то так по видеосвязи, вы уже, я знаю, в Владивостоке. Директор Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения Российской Академии Наук, член-корреспондент РАН, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Владивостоке, Николай Николаевич Карадин, пожалуйста. Спасибо, Константин Ильич. Здравствуйте, дорогие коллеги. Вы слышите меня, да? Да, мы вас слышим хорошо. Отлично. Я хотел бы поприветствовать вас от сообщества историков Владивостока, от нашего института и от президиума Дальневосточного отделения Российской Академии Наук. Я очень рад, что вот пришло то время, когда сахалинские историки решили консолидироваться и создать отделение. Хочу напомнить, что когда создавалось наше отделение в 2016 году, во время визита Сергея Евгеньевича Нарышкиного в Владивосток, Александр Александрович Васильевский, знаменитый археолог и историк Сахалинский, тоже присутствовал на этом мероприятии. И именно тогда мы говорили о том, что, конечно, обязательно необходимо создавать подобное отделение во всех субъектах Дальневосточного федерального округа. Ну и вот потом мы запустили Хабаровск, Благовещенск, даже добрались до Иркутска, хотя это не Дальний Восток, как сейчас шутят. Дальний Восток – это сейчас от Волм-Байкала до Волм-Тихого океана, но с учетом того, что Бурятия тоже вошли в Дальний Восток и федеральный округ. Вот участие, конечно, сахалинских историков у всех нас очень важно. Сахалин – это форпост нашей Родины, с Сахалином связаны важнейшие этапы истории нашей страны. Я не говорю про ярчайшую археологию, это вот как раз открытие Александра Александровича Васильевского, которые перевернули археологию палеолита, это и блестящая этнография, там цаинские проблемы и так далее. Но мы прекрасно понимаем, что вот 20-й век, конечно, история нашей страны, история ее противостояния на Востоке, она связана, конечно, в первую очередь с историей Сахалина. Это и завершение Второй мировой войны, это и Курильский вопрос, и очень значимо, что как раз наши коллеги выпустили блестящую работу, посвященную истории Курильских островов, и я думаю, что это не последняя книга, которая посвящена данной проблеме. И, конечно, мы готовы вместе с вами работать в этой области, вместе вырабатывать какие-то общие подходы, принципы, задачи на будущее, и давайте будем трудиться. У нас много задач, вот Константин Ильич в своем таком сжатом ведении прекрасно характеризовал все основные направления работы российского исторического общества, которые включают очень широкий пласт направлений, начиная от фундаментальной науки, заканчивая не менее такой же фундаментальной проблемой, это воспитание подрастающего поколения и патриотизма. Будем работать и над совместными учебниками по региональной истории, обязательно вместе с вами, потому что мне кажется, что нам нужны учебники разных линеек, учебники, которые посвящены истории отдельных субъектов, как то, например, истории Сахалины, истории Приморья, но обязательно нужен учебник, может, для ребят старшего возраста, а также для студентов, посвященных истории Дальнего Востока. Ну вот мы с Константином Ильичом совсем недавно были в Благовещенске, я вот сегодня утром прилетел, и там мы проговаривали о целой линейке конференций, которые сейчас уже проводятся под эгидой Российского исторического общества. Это целая серия мероприятий, которые приурочены к завершению периода гражданской войны и интервенции у нас на Востоке. Вот такая конференция прошла как раз в Благовещенске. К сожалению, ковид помешал нам ее осуществить в полном масштабе, потому что мы планировали это мероприятие связать с историей российской миграции в Харбине. Ну, сами понимаете, Китай закрыт, поэтому пришлось ограничиться пока только внутренним масштабом. Ну вот наши коллеги из Благовещенска, они уже выступили с инициативой через два года, в 2023 году провести конференцию, которая будет посвящена 125-летию Харбина. Понятно, что для нас это русский Харбин, китайские коллеги тоже откликнулись. Я думаю, это будет очень интересное начинание, которое надо будет всем поддержать. В феврале следующего года Хабаровск принимает нас с большой музейной конференцией всех историков, связанной с белыми пятнами истории нашей страны, как они освещаются в музеях. А эта конференция будет привлечена волочаевским событиям, тоже знаковые события в истории нашего региона. Ну а в октябре мы ждем всех вас и особенно сахалинцев, потому что наша конференция будет посвящена завершению гражданской войны и периоду интервенции. Потому что Сахалин с этим периодом как раз очень тесно, так сказать, связан. И я думаю, что нам есть очень широкое поле для сотрудничества. Через две недели у нас будет большая конференция, посвященная Андрею Ивановичу Крушенову, советскую историку, академику. Это уже юбилейные десятые чтения, они будут проводиться как раз в его 100-летней юбилее. На пленарном заседании Александр Александрович Васильевский будет представлять остров Сахалин. Мы ждем его доклада. У нас там также будут присутствовать учителя из школы, которая носит сейчас имя Андрея Ивановича Крушанова, где он начинал свою работу. И мне кажется, что одна из важнейших задач нашего общества – это установление связи между академической наукой, вузовской, краеведами и учителями. Вот мы открыты для связи, наш институт имеет давние связи с историками Сахалина. Многие защищались у нас в диссертационном совете, ряд коллег входят в совет в нашем институте. Давайте будем работать вместе. И находясь здесь, на восточном форпосте страны, отстаивать те важные, серьезные задачи, которые перед нами поставлены страной, обществом и российским и российским обществом тоже. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый Николай Николаевич. Спасибо за то, что в своем кратком выступлении Вы очень четко осветили те задачи, которые стоят перед дальневосточными историками, те актуальные приоритеты, которые имеются. И, конечно, за то, что Вы поддержали инициативу о создании отделения РИО в Южном Сахалинске. Я должен сказать, что у нас, конечно, в основном отделения работают на базе вузов или научных организаций, но не только. Целый ряд отделений функционируют на базе музеев или архивов. Собственно, это вопрос конфигурации в каждом конкретном регионе, на какой площадке удобнее всего историкам сверять часы, координировать свои планы. Но вот в Санкт-Петербурге отделение возглавляет Михаил Борисович Петровский, директор государственного Эрмитажа. В Великом Новгороде Наталья Васильевна Григорьева, тоже директор Федерального музея, Новгородского музея-заповедника. Николай Николаевич упомянул Иркутск. В Иркутске Сергей Геннадьевич Ступин, директор Иркутского музея, также является руководителем отделения. И в этом смысле совершенно закономерно считаю инициативу сахалинцев. Я хотел бы предоставить слово директору Сахалинского областного краеведческого музея Юрию Юрьевичу Алину. Еще раз, Юрий Юрьевич, поздравить вас с юбилеем музея. Добрый день, уважаемые коллеги. Константин Ильич, Дмитрий Петрович, Николай Николаевич. В первых словах, конечно, хочу выразить благодарность за оказанное доверие. Дмитрию Петровичу отдельная благодарность за огромную помощь в той работе, которую мы провели при подготовке. И не только этого совещания, но и в целом при подготовке и организации отделения. Николаю Николаевичу спасибо за теплые слова и поддержку, безусловно. Дело в том, что весь состав сегодня инициативной группы, которая обратилась в Российское историческое общество с предложением об открытии здесь отделения, это люди, сразу скажу, что не случайные. И более того, мы в той или иной степени все между собой связаны, связаны по работе, связаны личными отношениями. Территория у нас маленькая, и кто-то у кого-то учился, кто-то кого-то учил, кто-то с кем-то работал, и поэтому и продолжает, скажем, сотрудничество. У нас очень тесные партнерские отношения с Сахалинским государственным университетом, с государственным историческим архивом, целый ряд проектов, которые сейчас мы задумали и реализуем с Институтом развития образования Сахалинской области. Сахалинская областная библиотека у нас является одной из очень серьезных площадок популяризации и истории, и краеведения. Здесь также не случайен, скажем, Владислав Николаевич И, который сегодня является директором одной из наших столичных школ, с кем у нас задуман целый ряд мероприятий, связанных именно с приобщением молодежи, школьников к истории и реализацией именно таких вот проектов на базе школьной. То есть его школа – это как некая такая экспериментальная, скажем так, площадка. Я очень рад, что мы нашли поддержку и понимание в лице нашего министра культуры и архивного дела. И более того, нам с ней очень легко работать, поскольку она является историком по образованию и знает, более того, знает всю эту кухню, поскольку работала и в высшей школе, и в государственном архиве. И поэтому те вопросы и те проблемы, которые нам предстоит решать, они полностью воспринимаются, понимаются и находят всемирную поддержку. Что касается самого отделения, да, скажем, цели, задачи, которые мы перед собой поставили, Ну, безусловно, вот я как бы вкратце обрисовал наше взаимодействие, наши партнерские отношения. Но дело в том, что для нас российское историческое общество – это действительно некая структура, некий объединяющий фактор, который, скажем так, позволяет соединить усилия как научного сообщества, так и общественных организаций, государственных структур, просто краеведов, любителей истории в целях и популяризации, и изучения истории региона. Тем более, что регион у нас достаточно действительно сложный, и вот я как раз хочу подтвердить слова Николая Николаевича, что Сахалин – это действительно один из форпостов на границе России. Сама история очень неоднозначная на Сахалине, и здесь вот как раз наша задача – это и популяризация этой истории, и объективное ее изучение, борьба с фальсификацией и так далее. И поэтому мы видим, что одним из главных направлений сегодня – это, конечно, образовательная работа, то есть это работа, связанная как со школами, так и с вузами. Сегодня уже наши организации, скажем, реализуют проект подготовки учебников по краеведению, вот в частности, как минимум три организации сегодня уже включены в эту работу – университет, наш музей, и главным организатором, конечно, выступает Институт развития образования. В перспективе у нас уже рассматривается и начинаем реализовывать проект создания информационной площадки в помощь учителям. Опять-таки, этой площадкой станет наш информационный ресурс, портал, где бы учителя могли получать информацию по истории, по краеведению, по природе и так далее. И я вижу, что это вот как раз те направления, которые как раз вписываются в работу Российского исторического общества, и мы всячески будем оказывать информационную, методическую и прочую поддержку этим направлениям. Помимо этого, конечно же, не последнюю роль играют те мероприятия, которые у нас в перспективе будут. Это юбилейные даты. Константин Ильич об этом уже говорил. И мы, собственно, когда подавали свои обращения, сделали упор на нескольких таких моментов. Конечно, это ближайшие 125 лет музейному делу. И, безусловно, при поддержке Министерства культуры и архивного дела, и я рассчитываю, что при организационной и информационной поддержке Российского исторического общества будет организовано и проведена большая научная конференция в рамках наших краеведческих чтений. В 75-летие области также будет входить в область работы и нашего отделения, как и всех учреждений, которые представляют его. Это сегодня уже идет процесс подготовки впечатных изданий. То есть, скажем, Сахалинским областным краеведческим музеем уже подготовлены материалы по воспоминаниям Дмитрия Николаевича Крюкова, первого руководителя области. И планируем издать. И, возможно, может быть, даже будем заявляться на фонд на поддержку в плане финансов. Это мероприятия, конечно же, на следующий год, которые связаны в целом, наверное, более масштабного характера. Какие-то уже, допустим, я считаю, что можно будет прорабатывать. Мне, допустим, очень понравилась идея, которая стала реализовываться, по-моему, с 2019 года в рамках федеральной программы Российского исторического общества «Исторический багаж», который, я думаю, что мы с министерством, возможно, поставим вопрос по реализации на территории Сахалинской области и будет как раз вписываться в тот контекст мероприятий, посвященных областной жизни, областной деятельности. Ну и, помимо этого, череды целого ряда прочих мероприятий, конечно же, мы уже задумали и более глобальное мероприятие, которое связано с привлечением большого количества ресурсов и рассчитано на долгосрочную перспективу, и которое давно уже витает в воздухе, связанное с музеификацией Сахалинской области, поскольку фактическая предметная часть для Сахалина – это очень важная часть. Дело в том, что, как сказал один наш известный историк, Александр Иванович Костранов, боюсь ошибиться в точности его фразы, но Сахалин очень богат на событийные, на фактические вот такие вещи, исторические, исторические вещи. Но в то же время история Сахалина очень бедна материальными фактами, материальными предметами, то есть это большая проблема в том числе и с пониманием истории в области, и с популяризацией истории. И вот я считаю, что одной из генеральных задач сегодня для нашего регионального отделения – это будет как раз создание условий для подготовки, скажем, будущего поколения в правильном направлении, в правильном направлении в понимании истории, в правильном понимании того, где ты живешь и так далее, и так далее. Поэтому вот я кратко, скажем так, определил, что касается, скажем, музея как такового, да, Константин Ильич обратил внимание, что зачастую действительно высшая школа является организатором подобного рода отделений, но пишу заверить, что в данном случае музей сегодня является не менее важной составляющей научного сообщества, поскольку сегодня, ну, наверное, Сахалинский областной кровеческий музей обладает, единственное, он обладает мощной научной базой для изучения и популяризации исторической науки. Мы выпускаем ежегодно свое печатное издание периодическое, последнее оно было ежегодно, и сейчас уже четыре раза в год заявились на, поставили перед собой задачу сделать его ваковским, и, в принципе, фактически, Николай Николаевич не даст соврать, фактически весь Дальний Восток, но специалисты публикуются в наших журналах и, соответственно, участвуют в наших конференциях, помимо всего прочего, ну, наверное, мы являемся в том числе, наравне с университетом, одним из учреждений, которые ежегодно публикуют, ну, порядка десятка монографий различного рода, поэтому я думаю, что здесь не стоит беспокоиться в этом отношении, я думаю, не подведем, и еще раз спасибо за доверие. Спасибо большое, уважаемый Юрий Юрьевич, спасибо за ваше выступление, за такой бодрый настрой, очень действительно видно, что и делается много, и планы большие, и здесь мы, конечно, ваши соратники, ваши помощники, как большое общество, как большое такое объединение историков, любителей истории, я не назвал, конечно, Хабаровского, Хабаровский ведь тоже Иван Крюков, директор Градоковского музея, возглавляет отделение, и на его базе оно развивается. Вы сказали, Юрий Юрьевич, о том, что Нонна Владимировна Лаврик по образованию историк, это очень здорово, честно говоря, так же здорово, я не встречал других подобных примеров, когда объединены, то есть когда объединены бывает культура и архивное дело, а то, что это в названии министерства поставлены рядом два направления работы, это большая редкость, и на мой взгляд это, конечно, очень здорово, это говорит о том внимании, которое уделяет руководству региона исторической памяти, исторической правде, потому что где история, как не в документах. Ну, археологи, конечно, здесь добавят что-то к этому. Нонна Владимировна, министр культуры и архивного дела Сахалинской области, Нонна Владимировна Лаврик, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемый Константин Ильич, Дмитрий Петрович, Николай Николаевич, коллеги, Сахалинская область проводит огромную работу по сохранению исторической памяти, у нас очень сильный коллектив, годами сформированный, у нас есть ученики, которые очень достойно перенимают знания, представляют регион на различных конференциях международных, и поэтому участие в российском историческом обществе, на мой взгляд, позволит нам перейти от проектов, которые мы реализуем с государственным университетом, с архивом, с другими организациями, к системной работе, которой на сегодняшний день нам не хватает, а самое главное, мы понимаем, для кого мы это делаем, для чего мы это делаем, и мы можем делать, поделиться знаниями, мы хотим работать, и мне кажется, вот наше участие именно в вашем сообществе на какой-то новый толчок для развития исторической науки на Сахале не даст. Спасибо. Спасибо большое, Нова Владимировна, но я уверен со своей стороны, что отделение станет хорошим партнером для органов власти, таким знающим, серьезным и конструктивным. Спасибо. Вот Николай Николаевич уже в своем выступлении говорил о том, что знаменитый археолог Дальневосточный Александр Александрович Василевский присутствовал на первом таком заседании дальневосточных историков, которое увенчалось созданием отделения Рио в Владивостоке с участием Сергея Евгеньевича Нарышкина. Но, Александр Александрович, вы, конечно, хорошо известны, и труды ваши хорошо известны далеко за пределами и Сахалинской области, и всей России, и при этом вы находите время для того, чтобы участвовать в мероприятиях российского исторического общества. Хорошо вас знаем, и очень здорово, что в вашем лице университетские историки присоединяются к этому делу. Я хотел бы попросить вас выступить, Александр Александрович Василевский, заведующий кафедрой российской всеобщей истории, Института филологии, истории и востоковедения Сахалинского государственного университета. Добрый день. Спасибо за столь лестные характеристики. Поверьте, ничего специального. Что касается этого общества, безусловно. Безусловно, давно о нем шел разговор, Николай Николаевич об этом говорил тоже, ну и Константин Ильич, помните, наверное, во время Владивостокских встреч об этом разговор шел. И здорово, что Юрий Юрьевич как раз нашел такую возможность. И вот, в общем, нас недавно, скажем, скоординировал и так далее. Действительно, задач там много, на самом деле. Действительно, Сахалин, вот хорошо все говорили истории. Тут история, знаете, на каждом углу. И вот так, как любят историю на Сахалине, кстати, у нас вот наш губернатор, об этом он вообще-то не островитянин, не Сахалин, так сказать, но как приехал сюда, выступая, как-то говорил об этом, что действительно, говорит, так, как любят историю на Сахалине, и так, как ее знают, знают люди, вот буквально знают. Это вот редко действительно, большое редкое. В чем дело? Почему так важно? Ну, потому что история здесь очень непростая, на самом деле. Из рук в руки она переходила, сколько раз эта земля. Достаточно сказать, что в течение XX века здесь население три раза менялось. Понимаете? И, в общем, здесь на самом деле непросто. Это действительно зона перехода. И в природе, и в обществе, и в истории. От континента к океану, от материков к островной суше. И здесь работают зачастую те законы, которые надо познавать, что мы не знаем до конца законы развития, но многое видим общего и между древностью, средневековьем и новой, новейшей историей. К счастью, на сегодняшний день концепция существует. Нам есть о чем говорить студентам, нам есть о чем говорить школьникам. Есть замечательный контакт, есть три отряда историков. Это даже четыре, прошу прощения. Во-первых, это школьные учителя. И Ирина Самарина, про которую разговор шел, но она вообще-то на кафедре у нас работает. И Юрий Юрьевич, который выступал здесь, он вообще-то на нашей кафедре работает, принимает госэкзамен как работодатель. Вот у нас, правда, министра, мы никак министра культуры и архивного дела не уговорим, но она наша выпускница вообще-то. Здесь все сидят, почти все, 90% выпускники нашей кафедры. И вот мы довольно правильно сказали, в общем-то. Был момент, когда несколько лет назад прекратилось, это было где-то примерно 7 лет назад, когда последний раз нам давали места бюджетные на историю, 46-ю специальность. Но уже все эти годы мы работаем именно по подготовке учителей истории общества знания. И это на самом деле важно. Это 44-е направление, 44-03-01, 0-3-05, вот история общества знания пятилетки. И 44-04-01, это профиль магистратура. Аспирантуре также у нас подготовку мы готовы вести, но там по разным причинам пока предпочитаем, чтобы это было на базе Института истории, археологии, этнографии народов Дальнего Востока, потому что тут Дальний Восток там большой, но нас не так много, чтобы разобщаться очень сильно. Нам надо консолидироваться таким образом, чтобы связи между учителями истории, самый главный отряд, историки, которые готовят историков университетские, конечно же, историки музейные, историки архивные, все мы на самом деле здесь взаимосвязаны и общей судьбой, общим образованием, общими усилиями по подготовке и проведению конференции и так далее. Здесь на самом деле болотом назвать нельзя, здесь на самом деле дальневосточники как-то достаточно крепко объединились, но есть одна очень серьезная проблема, и нельзя о ней не сказать. Знаете, у Макареевича есть хорошие слова, говорит, а за ним невидимые страны, и никто не видел этих стран. Это как раз о том, как растет поколение подрастающих, дети, которые ни разу не были на Красной площади, понимаете? Ни разу не были вермитажи, которые не понимают, что такое Ярославль и что такое Кострома, что такое Крым. И они чаще бывали, предположим, где-нибудь в Таиланде, вот мне правильно подсказывают, в Турции, понимаете? Но не в Москве и не в Петербурге. И это очень большая проблема. И дети воспринимают историю, российскую историю, центральная Россия, западная, а учебники про нее написаны, воспринимают как сказку, понимаете? Вот, поэтому, вот, что касается, вот, восприятия Дальнего Востока, недавно хабаровские события показали, понимаете? Как воспринимается Дальний Восток в центре России. Это очень большая проблема. И это проблема не только воспитания, это проблема вообще государственной политики. Это очень серьезно, и без этого мы обречены, понимаете? Мы слышим очень часто сейчас о том, что каждая империя заканчивается распадом. Давайте не будем считать нашу Россию империей. Давайте будем считать это нашей Родиной, историю которой мы должны знать и о Сахалине. Недавно была привезена книга на Сахалин, 110 фактов сахалинской истории. Меня спросили, кто-то какой-то из профессоров МПГУ, кажется, выпустил. Меня спросили, хорошая книга? Я говорю, нет, плохая. Почему? Потому что в этой книге из 110 дат ни одной не нашлось для Дальнего Востока, понимаете? Здесь только так было. И я говорю, какой смысл для нас выпускать эту книгу второй раз? Нет, мы не будем ее выпускать. Потому что дети посмотрят, скажут, если ничего здесь нет об этих краях, чего мы здесь будем жить? Мы поехали в Москву. Население опять уменьшится. Так не пойдет. Поэтому задача, вот в моем понимании, задача, которая стоит перед историками и перед правительством, и перед нашим обществом, которое должно донести до правительства, до руководителей страны, всю правду, всю правду о том, как мы понимаем, чем должен быть Дальний Восток здесь, как должна звучать история Дальнего Востока, что она должна быть частью истории нашей страны, а не только интересна тем людям, которые живут здесь. И на это хотелось бы обратить внимание и грантовых организаций, которые, ну, знаете, нечасто вспоминают об этом. Я скажу вам, что университет, вот сейчас малое предприятие университета, например, содержит два сайта. Сайт музея археологического, например, и сайт Курилской истории, да, то есть истории Курилских островов. Это один из проектов. Мы его продолжаем. И не так просто, если бы не поддержка Сахалинского правительства, если бы не поддержка программы выпуска краеведческой литературы, которая у нас здесь, именно в этом зале как раз все эти вопросы решались здесь, да. Большое спасибо, Валентина Абрамовна, за поддержку, за эту библиотеки областной, музею и так далее, да. Вот. Ну, было бы намного труднее. Я не критикую, но на всякий случай намекаю, что надо вспомнить об истории, а не только об истории, вообще о Дальнем Востоке. Как Константин Ильич, нравится, не нравится, но вот такая позиция у меня. Ну, с удовольствием мы будем работать, с удовольствием мы будем и спасибо, что пригласили нас. Давно надо это делать. Мы, в общем-то, ну, я в тот раз тогда и руководителю нашего общества, господину Нарышкину, к которому глубоко, с глубоким уважением отношусь и как к человеку, и как к государственному деятелю, в общем-то, я докладывал ему в свое время, как вы помните, да, примерно в этом же ключе говорил. И очень хочется, очень хочется, конечно, чтобы история Дальнего Востока, ну, она зазвучала как-то на уровне государства. Вот все. Спасибо. Спасибо большое, Александр Александрович. Но если бы мы с коллегами не разделяли вашу позицию относительно значимости, важности истории Дальнего Востока, истории России в целом, то мы бы и не встречались бы, и не участвовали в мероприятиях на Дальнем Востоке, и не приглашали бы коллег с Дальнего Востока в центр России, не встречались бы в других регионах нашей Родины. Поэтому, конечно, Россия очень большая, но она у нас одна, и история ее единая и непрерывная, хотя у разных регионов она, конечно, со своими особенностями, о которых вы тоже очень точно вкратце сказали. У меня, если можно, Александр Александрович, один уточняющий вопрос маленький, может быть, есть в памяти. Вот по подготовке учителей истории, какие сейчас контрольные цифры приема в университете? Значит, 20 человек, 20 человек, это по педагогической специальности история общества знания, учитель истории общества знания пятилетки, 20 человек в год, и, значит, вот в этом году магистратуры нет, есть только внебюджетная, но раз в два года мы набираем 10 человек, 10-14 человек в магистратуру. Бакалавров 20 человек, да. Это, в общем, не самые плохие цифры для такого, не самого большого региона. Но, вы знаете, у меня просьба, может быть, потом в рамках работы нашего отделения проанализировать, с одной стороны, трудоустройство выпускников, а с другой, посмотреть, откуда приходят молодые специалисты в те организации, которые в отделении представлены. То есть, конечно, это и музей, и архив, и университет. Посмотреть, что с учителями истории по краю. Вот этот анализ вот этих процессов позволит нам получше представлять ситуацию и в случае необходимости предлагать какие-то решения, основываясь на реальной жизни. Спасибо. обязательно вместе с Институтом развития образования, с директором Института образования, мы обязательно этот вопрос обсудим. И, я думаю, они помогут нам. Вместе соберем данные и пошлем им. Спасибо огромное. И вот то, о чем вы говорили, тоже очень важно. Я хотел бы отдельно внимание заострить, что историческое образование, оно, конечно, должно формировать ощущение сопричастности, ощущение сопричастности к родной истории, ощущение сопричастности к истории края, места, что мы здесь не случайно, что здесь и предки наши жили, и будут потомки жить. И вот мы с Николаем Николаевичем в Амурской области видели замечательную книгу, издали коллеги для детей, записки по истории Дальнего Востока. Она, конечно, ну, хоть и называется записки по истории Дальнего Востока, она преимущественно по той части Дальнего Востока, которая относится к нынешней Амурской области, вокруг Холбазинского, строго и так далее. Но сама задумка, конечно, очень хорошая, очень качественно сделана. Вот если будет возможность, посмотрите, пожалуйста, распространить бы этот опыт на другие регионы. Это просто очень талантливая, очень хорошая работа. Я хотел бы передать слово Марине Владимировне Гридяевой, ведущему научному сотруднику Государственного исторического архива Сахалинской области. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень здорово, что сегодня мы собрались вместе, что сегодня действительно знаменательное событие и в истории области, и в истории нашего сообщества. Хочу сказать, что каждый из нас ведет большую работу именно в плоскости научно-исследовательской и просветительской деятельности. Каждое из учреждений, в том числе и архив, базирующийся на огромном количестве документов, занимается научно-исследовательской работой, ведет просветительскую деятельность. Только вот за последние пять лет исторический архив Сахалинской области выпустил около 20 научно-исследовательских работ. Из них пять сборников документов. Эту работу реанимировали мы буквально вот несколько лет назад, и мы не собираемся отступать от своего плана. И поэтому то, что создается это общество, я думаю, это правильно, мы готовы предоставить документальную площадку всем проектам. У нас архивный фонд только нашей области насчитывает свыше миллиона трехсот единиц хранения. Это документы, которые практически не востребованы, и они требуют исследования, изучения, они требуют оцифровки, чем мы сейчас занимаемся. То есть на базе архива точно так же можно создавать площадки. Мы готовы участвовать в этом. То есть думаю, что у нас все получится. Каждый из нас внесет посильную лепту. Думаю, что коллеги меня поддержат. Спасибо. Спасибо большое, Марина Владимировна, но я уверен, что и при таком активном, деятельном, компетентном руководстве министерства профильного разумеется, будет только усиливаться вот эта историко-архивная составляющая работы отделения. И вы знаете, конечно, что федеральное архивное агентство, руководство является активными членами Российского исторического общества Андрея Николаевича, Артизовчина, президиум Марио. Самые крупные архивные выставки, вот впереди выставка, посвященная начало войны, 80-летие начала войны, где многие документы будут впервые представлены. Вот эти выставки проходят под эгидой Российского исторического общества. Так что, я думаю, что здесь, конечно, большие возможности для развития нашей совместной работы. И, уважаемые коллеги, у нас заключительное выступление по нашей повестке, заключительное, оно очень важное, очень символичное, потому что с нами на связи и Туруп, Ольга Владимировна Матысик, заместитель главы администрации муниципального образования Курильский городской округ. Дмитрий Петрович Бак очень внимательно относится к перспективам развития нашего края в такой историко-проститической плоскости. И я знаю, что и глава городского округа Вадим Алексеевич Рокотов очень заинтересован в том, чтобы эта работа выстраивалась, поэтому будем, конечно, здесь стоить вместе и постараемся увидеться уже у вас. Ну, пожалуйста, Ольга Ланировна, вам слово. Доброе утро, Константин Ильич, Митрий Петрович, очень рада вас видеть. Добрый вечер, Нонна Владимировна, Илья Юрьевич и Александр Александрович Василевский, который наш постоянный гость, он ежегодно проводит у нас археологические работы и всегда очень интересно потом слушать об этих итогах, того, что у нас здесь находится, какие открытия значимые делаются. Хочу представить вашему вниманию нашу идею, концепцию по организации на острове Курильского городского округа такого детско-юношеского туристического познавательного центра ИТУР, который, на наш взгляд, как раз таки не мог бы стать той комфортной площадкой для прямого диалога и общения деятелей и профессоров в сфере исторических наук, в сфере археологии, в сфере культуры, в сфере литературы и здесь на самом деле потенциал очень большой. Я вкратце проведусь по визуализации этого проекта, расскажу его организационно в такое архитектурное решение и концепция детско-юношеского туристического познавательного центра ИТУРУ располагается она на острове ИТУРУ в 6 километрах от нашего административного центра города Курильска. Здесь уже готов сформирован у нас земельный участок. Жилые модули представлены в виде легких конструкций модульных. Вместимость этого детского лагеря до 140 человек. Это схема территориального планирования. Детский лагерь помимо живых модулей включает в себя еще места для проведения лекций, семинаров, в скрытом лектории. Это и площадка для открытых мероприятий на открытом воздухе, для демонстрации и фильмов в летний сезон. Это спортивные площадки. И у нас предусмотрен здесь еще и по наполнению это визуализация у нас живых модулей. это соответственно столовая сцена для мероприятия детские площадки для досуга и проведения спортивных активных мероприятий для детей. Есть альтернативные виды развлечения с водой. Немаловажно очень на наш взгляд организация здесь имитация археологических кластер мы его назвали это имитация места археологических раскопок с копиями артефактов найденных когда-либо на туристических островах в ходе проведенных раскопок. Спортивный кластер очень много уделяем внимания спортивным мероприятиям на открытом воздухе. Всесезонный каток для нас это очень важно в связи с тем что с особенностью наших климатических условий каток организовать на территории туристических островов удается всего лишь на три но максимум на четыре недели но наши дети очень любят кататься именно на коньках потому что меньше всего возможности предоставляется. Это малая площадка для проведения мероприятия мы назвали ее точкой утреней росы почему потому что есть возможность каждое утро наблюдать восход солнца она ориентирована на море и на восход как раз таки лектории такой досуговый центр местимость 200 человек с возможностью проведения семинаров лекций каких-то уроков открытых или организации экспозиции очень интересный на мой взгляд это астрокластер с возможностью наблюдения и за астрологическими объектами учитывая что это очень экологически чистый остров а экологию мы понимаем не только как в виде загрязнения каких-то или отходов у нас чистота и экологичность еще и световая и шумовая у нас нет загрязненности светом фактически что делает туруб идеальным местом для таких наблюдений мы предусмотрели здесь и агроцентр с возможностью выращивания экспериментов выращивания растений в условиях наших курильской погоды кластер глэмпинга это возможность площадка для расширения вместимости в летний сезон любой желающий может приехать установить палатки или быстро возводимая конструкция глэмпинга ну и арт-объект это три кота породы нашей курильской и только курильской породы бобтейла символизируют эти три котика три наших острова курильского городского округа с именами это уруб уруб и симушер дальше представлены возможные технические решения перейду ко второй части вторая часть но самое важное и самое главное на самом деле для чего вообще в принципе мы все это делаем это наполнение этого лагеря этого центра жизни его идеологической и собательной составляющей здесь на мой взгляд самое главное это дать возможность детям дать возможность молодежи вступить в прямой контакт с такими учеными в своем деле в археологии в истории и узнать что-то выходящее за рамки нашей общеобразовательной программы учебников то что действительно будет интересно то что будет животрепещище я очень поддерживаю слова Александра Александровича Васильевского у нас есть определенные этапы в истории которые мы должны знать которые мы должны популяризировать и не только среди детей нашей Сахалинской области но и среди детей всего дальневосточного нашего оборота а также из всей Российской Федерации а самое главное что наша точка наш остров он и географический исторический и политический очень интересно и очень выгодно в этой ситуации представляется потому что привезя школьников группу школьников с какой-нибудь Ярославской области провезя их 8 часов на самолете совершив пересадку на другой самолет прилетев еще час потратив ты все еще оказываешься в своей стране на территории в своей стране ты меняешь 8 часовых поясов а твоя страна еще не закончилась и это на самом деле вот такая практическая история вроде путешествий но дает школьнику огромное понимание насколько разнообразно насколько огромно твое государство а то что мы можем здесь нашим детям предъявить это по истине уникально потому что наша и история и археология и бальнеология и вулканология и археология и биология она не только может быть ну с точки зрения лекции изученной но и тут же подкреплена на практике потому что выслушав лекцию по вулканологии потратив 20 минут 30 минут везда на высокопроходилом автобусе можешь своими глазами увидеть и кипящие минеральные реки и фумарольные поля с кипящей грязью и съездить на вулканические пемзовые белые скалы а прослушав лекцию по ихтеологии ты можешь посетить потратить 15 минут рыборазводные заводы и познакомиться с тем как выращивают малька прослушав лекцию по археологии ты можешь уехать и посетить места аньских стоянок и так далее поэтому на мой взгляд это как раз та площадка которая объединяет интересы многих людей и их слова которые сегодня слышали это раз но и немаловажно как мне кажется и об этом тоже сегодня говорили это популяризация Дальнего Востока и привлечение сюда населения так вот мы очень много показываем нашим детям как уже говорили курорты Таиланда Вьетнама мы отправляем постоянно наших детей курильских детей по программам и это важно я с этим не спорю в лагеря и курорты Краснодарского края а на лето обязательно к бабушке тогда где потеплее потом во взрослом возрасте у детей так и формируется восприятие что там хорошо там тепло там комфортно там фрукты на мой взгляд мы очень интересны как территориально так и экономически и исторически и если мы сюда привезем детей и покажем как качественно красиво и интересно можно здесь отдыхать то через 5 через 10 через 15 лет кто-то из них обязательно вернется и будет здесь жить и работать уже в качестве высокопрофессионального образованного человека что я прошу я прошу историческое общество поддержать нашу инициативу помочь нам наполнить его именно идеологическим событийными контентом и мероприятиями а также помочь в информационном продвижении нашего проекта спасибо большое за внимание спасибо большое ой гладирного вы слова очень правильно говорите эти слова подкрепляются делами потому что проект действительно очень интересный и яркий понимаю что много еще предстоит сделать до того чтобы его платить но уже сейчас естественно нужно думать и понимать что там будет в такой замечательной и красивой среде ну мне кажется если Юрий Юрьевич Николай Николаевич поддержит то можно здесь думать об исторической смене можно думать о какой-то постоянной исторической площадке например то что вы назвали археологическим кластером можно с этим еще поработать подумать может быть мы вот кстати говорили с Артеком немножко сейчас ковид приостановил это дело чтобы на территории детского лагеря была какая-то постоянная выставочная площадка где могли бы хотя бы в планшетном виде материалы федеральных музеев быть представлены чтобы можно было знакомить ребят с этим делом может быть пока идет доработка проекта и собственно самостройка на Этурупе попробовать в океане что-нибудь такое сделать для того чтобы дальше уже этот опыт можно было распространить и на Курильские Старва давайте Юрий Юрьевич если отделение посмотрит и скажет чем мы с коллегами члены общества федеральные можем здесь помочь где подключиться то с удовольствием это сделаем с удовольствием это замечательно очень важные проекты если будет возможность то какое-нибудь из наших совещаний попробуем провести на Этурупе уважаемые коллеги у нас повестка исчерпана и время тоже как раз мы договаривались в 10.15 по Москве завершить а сейчас в 10.15 по Москве и есть я конечно очень благодарен коллегам выступающим за такое аккуратное следование регламенту но тем не менее я должен спросить если у кого-то желание еще несколько слов сказать нет нам нужно здесь принять формальное решение для того чтобы мы с Дмитрием Петровичем доложили его президиуму российского исторического общества решение всего общества будет заключаться в том чтобы создать отделение российского исторического общества на Сахалине руководителем отделения председателем совета отделения назначить Юрия Юрьевича Алина как директор музея как главу инициативной группы и хотел вас спросить хотя в общем это следует из всего нашего разговора нет ли у кого-то возражений против такой конфигурации такой формулировки возражений нет только поддержка только поддержка коллеги еще раз мы вас благодарим поздравляем с тем что мы начинаем вот эту очень важную хорошую интересную работу ну на самом деле продолжаем просто добавляем такую форму для нее на Сахалине тогда мы все эти решения оформляем вам о них сообщаем присылаем соответствующие документы ну и начинаем втягиваться в реализацию совместных проектов реализацию совместных инициатив спасибо большое спасибо все добро спасибо большое спасибо спасибо Спасибо.